Приветствую вас. Конечно, хотелось бы задать вам вопрос. Прежде чем стараться разобрать вашу ситуацию, вопрос хотелось бы задать следующего плана. Вы пишите, что три месяца назад познакомились с парнем с начала общения по интернету, а увиделись вы в сентябре. Вы пишите о том, что на факультете с вашей подругой этот парень очень хорошо общается и вроде бы как нейронно дышит. Вы не сказали, какой курс у вас, то есть первый, второй и так далее, но есть несколько неточностей. Во-первых, если этот парень учится на факультете с вашей подругой, и вы со своей подругой, ну естественно, общаетесь там, как вы раньше его не видели? Почему вы раньше не познакомились? Как случилось так, что за время обучения вы познакомились с ним только по интернету? Ведь по-другу с ним общаются, и если она общается с ним и общается очень хорошо, то, ну, наверное, логично было бы, если бы она познакомила и вас с ним. Тем более, что она относится к нему как к другу, значит, ничего более серьезного она к нему не испытывает. Непонятно. Дальше, следующий момент, вы говорите о том, что есть у вас, ну вот вы говорите, что непонятно, но смеяли вы парню как девушка, да, или только как друг. Откуда у вас вот эта вот надежда на то, что мужчина в принципе может обратить на вас внимание как на девушку? Скажите, были какие-то намеки на то, что он вам симпатизирует или нет? Потому что, исходя из того, что вы написали, ни о какой симпатии речи вообще не идет. Он не проявляет к вам симпатию. Вы не то, чтобы ему безразлично, нет, возможно, вы ему и не безразлично, но он изначально не обещал вам, как я понял, каких-то конкретных серьезных отношений. И получается, что то, что вы сами вот сейчас пишете здесь, это плод вашего воображения. То есть вы захотели или почему-то подумали, что с ним у вас может что-то получиться. Вот вы пишете, я все равно была бы рада, если бы что-то вышло. Но чтобы что-то вышло, необходимо иметь для этого предпосылки. Вопрос к вам, были ли эти предпосылки или нет? Если предпосылок не было, то о чем говорить? А если предпосылки были, то надо спросить, как вы на них отреагировали, как вы восприняли их, отвечали ли вы мужчине взаимностью, например, и так далее. Понимаете? Поэтому это вторая неточность. Непонятно, было ли вообще какой-то намек на то, что между вами что-то может быть. Дальше. Вы задаете такое впечатление, что вы довольно нерешительный человек. Потому что вот пишете, что рыбарин на факультете, бесятся с вашей подругой, делает он это очень активно, веселятся они, общаются и так далее. Вы как бы в этом не участвуете. То есть, еще раз повторю, это не обязательно так. Но как бы впечатление складывается именно такое, что вы не участвуете в том, что, собственно говоря, делает ваша подруга и этот парень. И вы не скажете вопрос, а почему вы не участвуете в этом? Вам, простите, что-то мешает, вам что-то не дает или еще какие-то блоки стоят у вас на пути к этому? В чем проблема? Если вы в чем-то не уверены, то с этим можно и нужно работать. Если вы не уверены в себе. Если вы стесняетесь и испытываете зашатость, с этим тоже можно и нужно работать. Главное, понимаете, чтобы было желание. Чтобы было желание что-то делать у вас. Было желание работать над собой. Понимаете? И если вы будете над собой работать, ну, я думаю, тогда у вас есть все шансы обратить на себя внимание этого молодого человека. Если вы это хотите сделать, то вам нужно подумать, какие женщины, какой типаж женщины нравятся вашему молодому человеку. Ну, вот этому парню, с которым вы познакомились. И подумайте, собственно, а можете ли вы ей встать без ущерба себе. Либо у вас есть другой путь, и вы можете просто-напросто осваивать то женское поведение, ту модель женского поведения, которая вам нравится больше всего. И тогда, если вы будете ее осваивать, то у мужчины всегда будет, по сути, выбор. Либо он принимает вас в том амплуа, в каком вы представляетесь, либо нет. То есть вопрос заключается именно в том, что вы будете делать над тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Чтобы изменить ее хоть как-то. Вот, я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. То есть для начала проясните вот эти неточности. Потом, надо же, определите, что мешает вам вести активную жизнь, более активную, чем сейчас. И если есть какие-то блоки, то с этим блоком и нужно работать, чтобы их снять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.